Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале новой торговой недели. Очень надеюсь на то, что выходные прошли замечательно, вы смогли собраться с силами, чтобы вернуться вот сегодня с открытия недели к нашим старым добрым спекуляциям и торговле на финансовых рынках. Сегодня, как и всегда, мы подведем итоги заключительной сессии прошлой недели, то есть последних торгов, которые состоялись. Посмотрим на те события, которые у нас на повестке этой недели. И сейчас хочу воспользоваться возможностью снова анонсировать вам наш традиционный вебинар «Правильный понедельник», который состоится сегодня в 16.30 по московскому времени. Поэтому с огромным удовольствием буду вас всех там наблюдать. Если есть возможность, заходите, мы еще раз подведем итоги прошлой недели, оценим новостную актуальную картину, поставим среднесрочные цели как раз под конец торговой пятидневки. Ну и также с не меньшим удовольствием для себя я постараюсь ответить на те вопросы, которые у вас, возможно, уже появились. Если нет возможности присутствовать, ничего страшного, поскольку сразу же после вебинара, завтрашнего утра у нас будет доступна запись на нашем канале на YouTube. Поэтому заходите, подписывайтесь, оставляйте ваши вопросы, комментарии там, прям под видео окном. Ну и, конечно же, не забывайте про то, что было бы неплохо ставить лайки, которые, как и всегда, не устаю это повторять, имеют очень большое значение для спикеров. Ну а теперь давайте к нашему сценарию. Начинаем мы классически, как и всегда, с рынка сырья. Черное золото, Клосса, бренд 51.96. Закрыли мы торговую сессию ниже, локального хая, который был выше 53. В целом день был прикрыт с понижением, сейчас котировки 51.89. И хотелось бы наблюдать, чтобы дальше бренд не претендовал на обновление локальных максимумов, а напротив, учитывая общую фундаментальную картину, тот новостной фон, который мы с вами уже анализировали, постепенно снижался ниже, хотя бы в район 50 долларов за баррель, что является нашей среднесрочной целью. Потому что даже с текущих значений это равносельно процентам диквивалента потерь нескольких процентов. Это много, конечно же. Но мы понимаем то, что сейчас ситуация на финансовых рынках не совсем тривиальная, и актив может очень энергично, динамично терять собственные позиции, так же, как и набирать. Ничего интересного в целом на рынке черного золота за выходные не случилось. Мы знаем то, что основной фундаментальный фактор это предстоящая встреча нефтедобывающих стран, возможно, еще с участием России, который состоится в Вене 30 ноября. Встреча носит конкретную цель. Это закрепить фактическим решением необходимость ограничения добычи для нефтедобывающих стран. Мы знаем то, что пока вроде бы как предварительно планка была обсуждена в диапазоне 32,5-33 миллионов баррелей в сутки. Сейчас на самом деле цифра и фактический уровень производства находится гораздо выше. Поэтому мы понимаем, что сокращать придется очень много. И любое ограничение добычи в конечном счете, конечно же, может стать, если подойти с именно логической точки зрения, серьезным фактором для роста. Но параллельно с этим мы понимаем то, что Саудовская Аравия и Иран могут говорить все, что угодно. Но вряд ли последует фактическим действиям завода этим ограничением. И вряд ли будут ограничивать добычу в том формате, в котором предполагается. А если даже и сделают это, то не факт, что будут соблюдать свои квоты. 30 ноября очень нескоро. Рынок уже изрядно отчасти, а может быть даже полностью дисконтировал собственную стоимость всевозможных сценарий. Потому что волатильность мы видим действительно аховую. Но и также мы не могли не заметить то, что рынок энергоресурсов очень чувствительен к рядовой, регулярной статистике, которой у нас каждую неделю хватает. Это данные по запасам, по производству нефти США и по количеству нефтяных платформ. Так вот, на прошлой неделе реакция была чрезмерной. И то, что мы увидели первый прирост за много недель по запасам, это позитивный фактор для всех, тех, кто делает ставку на ослабление. Возможно, на прошлой неделе мы стали свидетелями новые локальные тенденции. Поэтому, если в ходе завтрашнего отчета API и в среду данных от Минэнерго мы получим с вами очередную цифру прироста запасов, но если, конечно же, не будет форс-мажора в виде сокращения добычи нефти США, это вообще был нонсенс, учитывая то, что до этого мы с вами из недели в неделю к ряду уже несколько месяцев подряд говорим о росте платформ сланцевых производителей. Вот даже на прошлой неделе у нас снова плюс 4 штуки с 428, да, фактическая цифра 432 платформы. Конечно же, это позволяет надеяться на то, что рост сланцевого производства будет в конечном счете конвертирован на увеличение объема добычи. Это ведь логично, согласитесь со мной. Если мы не видим этого сейчас, возможно, речь идет о отложенном инфекции временном влаге. Ну, то есть дождемся позже. Не нужно сворачивать с пути четкого, адекватного подхода к фундаментальным новостям и текущему анализу. И во избежание каких-либо форс-мажоров, которые периодически случаются на рынке черного золота, мы с вами ждем статистику по запасам, ждем данные по росту количества платформ и, соответственно, продолжаем ставить на ослабление бренда. Наша цель – 50 долларов за баррель выше нам актив точно не нужен. Ниже было бы еще лучше, но сначала нужно пробить поддержку 50. Для того, чтобы это случилось, мы понимаем, что нужен, чтобы на рынке был соответствующий заряд. Я делаю большую ставку на ту статистику, которая у нас выйдет на этой неделе. Поэтому 50 – это наша краткосрочная цель. Рубль против американца – 62.97. Вот-вот окажется выше планки 63. Если этому будет способствовать еще и ослаблению нефти, то пара уже действительно может закрепиться выше текущей планки предстоящей торговой сессии. Но это все равно очень скромное значение, потому что мы с вами рассчитываем, мы делаем ставку на большую революацию. Нам рубль нужен хотя бы на отметке 65 против американца. И поскольку я уже отметил присутствие и наличие потенциала для ослабления нефти, мы знаем, что если разобрать пару юздира детально, помимо рубля, есть еще доллар, у доллара есть своя соответствующая фундаментальная поддержка. И при приближении, опять же, декабрьского заседания, при повышении вероятности ужесточения монетарной политики, доллар также будет дисконтировать это в собственную стоимость, оказывая дополнительное давление на рисковые активы и валюты развивающихся стран, к которым смеется традиционно относится и рубль. Поэтому 65 наша цель, как и ранее. Ни в коем случае не отказываемся от тех ожиданий, которые предполагают фундаментально обоснованную слабость российского валютного актива. Евро против американца сейчас торгуется на уровне 1.09.81. Специально сделал акцент на текущую котировку, поскольку мы с вами, наконец-таки, пробили поддержку 1.10. И, соответственно, добрались до нашей среднесрочной цели. Я хочу вас с этим поздравить. Тех, кто дотерпел, знал, что, будучи аутсайдером, евро обязательно должен котироваться ниже против американского конкурента и смог, собственно, зафиксировать профитный ордер. Тех, кто ставит на дальнейшее ослабление, я не собираюсь вас перебеждать в том, что вы все правильно делаете. Верно. Евро будет стоить еще ниже. Но, конечно же, при дальнейшем снижении мы должны все-таки исходить из того, что нужно топливо для рынка, для того, чтобы евро просел, либо очень сильно окрепт доллар. Я также хочу сделать акцент на то, что такое топливо, ну, в каком-то формате оно на рынке присутствует. Ну, во-первых, потому что сейчас техника также сигнализирует о том, что евро будет дальше оснижаться. Если вы пользуетесь индикатором речных настроений Кайман, на который мы очень часто делаем большую ставку, вы наверняка могли заметить то, что сейчас упали значительный показатель перепупленности. Все делают ставку, большинство трейдеров, на то, что евро толкнется от локальных минимумов, которые были достигнуты. Но правило, собственно, психологии указывает на другой подход, то, что рынок никогда не позволит заработать всем. Поэтому я рекомендую вам все-таки сейчас вставать на сторону меньшинства и идти против общей психологии. Точнее, идти против большинства, которые торгуют сейчас в надежде увидеть отскок по паре евро от доллара. Я считаю то, что пара будет дальше снижаться, и до этого есть все основания. Фундаментальная картина. На этой неделе у нас будет представлена сразу же публикация о ставках рефинансирования по депозитам. И в четверг, еще следом за ставкой, у нас состоится пресс-конференция руководителя ИЦБ Марио Драги. На прошлой неделе вы помните то, что Драги, на мой взгляд, весьма недвусмысленно дал понять то, что программа количественного смягчения в текущих объемах, в установленных сроках, это жизненная необходимость для всего валютного блока. И, конечно же, пересматривать эти стимулы никто пока что не будет. Пересматривать с точки зрения сокращения. А вот что касается увеличения, здесь нам, я думаю, можно поспекулировать на том, что Драги может стать более радикальным и решительным в этом плане. Я думаю, что до конца 2016 года, как бы, авансом мы услышим то, что программа QE будет продлена за март 2017 года, и то, что ИЦБ, как и ранее, будет весьма бдительной текущей ситуацией, готов действовать, если того потребует экономическая картина, которая сложится. А экономическая картина и в целом конъюнтура сейчас складывается не самым радужным образом, хотя бы исходя из политических рисков и ситуации, разворачиваясь в рамках Англии. То есть, разумеется, Brexit, он касается не только английской экономики, но и весь валютный блок, поскольку речь идет о уже рушимости ранее тотальной целостной системы. Против евро будет действовать еще, безусловно, и сильный доллар, который активно набирает обороты, пользуется фундаментальной поддержкой и уже фактически приблизился вплотную, практически, конечно же, относительно к декабрьскому седанию. Потому что, ну что, тут осталось пару месяцев и уже, наверное, ФРС не выкрутится, а анонсирует то решение, которое было обещано еще даже в начале 2016 года. И рост, соответственно, ставок тут же приведет к еще большему перекосу доходности американских трежерис и немецких бонусов и позволит нам ставить на большее укрепление доллара и большую слабость главного валютного риска. Поэтому сегодня я даже могу порекомендовать вам обозначить уже новую цель по паре евро-доллар. И это следующая поддержка на уровне 1.08. Соответственно, ваше решение присоединяться к этой сделке или нет, но не забывайте о том, что пока новостной фонд этому явно способствует. Нужно идти на волне коррекционного ралли, который, я надеюсь, является не просто локальным входом вниз, а зарождением нового коррекционного тренда, который способен завести евро гораздо ниже текущих значений. Фунт против доллара. Сейчас котировки у нас 1.21.54. Мы видели то, что открытие с ГЭПом. А сегодня фунт остается под давлением все тех же политических рисков, которые мы с вами уже неоднократно обсуждали. Хочу только добавить, что на прошлой неделе нельзя было не обратить внимание на тот факт, что очень много идет разговоров по поводу резкого роста инфляции. Но мы понимаем, что это действительно так, поскольку с 23 июня фунт уже просил больше, чем на 15%. Разумеется, такая девайвация не могла не разогнать индекс потребительских цен. Но проблема в том, что текущая динамика инфляции может повлиять на потребительскую активность и замедлить экономическое восстановление уже в 2017 году до 0,5. Это, конечно же, очень слабое значение. И нужно готовиться к этим рискам уже сейчас, потому что они реализуются, притворяются в жизнь прямо в текущий момент. Потом мы помним комментарии со стороны инвестиционных банков по поводу перевода сотрудников, по поводу сохранения темпов оттока капитала. В частности, не забывайте, что по самым скромным подсчетам при негативном сценарии темпы оттока капитала могут превосить 50 миллиардов пунктов ежегодно в течение следующих 10-15 лет. Точнее, даже на 15 лет, потому что процесс будет затяжным и неясно, как Англия еще адаптируется к новому автономному курсу. Против, опять же, фунта действуют и комментарии Карни, которые были сделаны им в пятницу, о том, что Банк Англии готов рассмотреть возможность еще одного снижения процентной ставки. Вряд ли это произойдет на следующем заседании. До конца 2016 года мы точно увидим 80% вероятность, увидим подобный шаг. Поэтому напоминаю вам про цели, которые по фунту находятся сейчас на отметке 1.18, а есть и те, кто ориентируется на планку 1.15. Фунт может очень быстро просесть. И это не вызовет никакой-то паники, шока на рынке, потому что к этому все готовы. И все помнят, что произошло с фунтом в позапрошлую пятницу, когда он также протестировал свои локальные минимальные экстремы. Ситуация может повториться в любой момент. Самое важное, чтобы в этот момент вы находились в правильном направлении рынка и смогли снять вот эти самые фундаментальные и стоящие сливки. Потому что профит может быть солидным. Но как как срочная цель это все-таки пробой 1.20. При неизменности текущего тренда, я думаю, что мы сможем протестировать это значение уже к концу этой недели. Доллар японская иена 104.16. Сейчас уровень 104 держится. Держится благодаря поддержке, которая идет со стороны американской статистики. И очень много. В частности, на прошлой неделе день был начат с комментариев Розенгарна, который отметил, что текущая ситуация на рынке труда США больше похожа на перегретое состояние. И если не снять это напряжение, по средствам повышения процентной ставки рисков для экономики может быть гораздо больше. То есть Розенгрен также лоббирует идею целесообразности необходимости и готовности американской экономики к нормализации денежно-кредитного курса. Он считает также, что инфляция достигнет целевого значения в 2% к концу 2017 года. И отталкивается от роста заработных планов. Собственно, это тот подход, которым мы с вами и руководствуемся уже несколько месяцев подряд. И в подтверждение его слов и наших тоже. В пятницу вышло сразу несколько отчетов, которые могут стать предопределяющими подтверждениями, свидетельствами роста индекса потребительских цен, это ручные продажи. Они выросли на 0,6% в месячном выражении с прошлого спада на минус 0,2%. И индекс цен производителей, это показатель будущей инфляции, позволяет оценить будущую динамику индекса потребительских цен. Плюс 0,3% в месячном выражении с нулевой отметки роста в годовом, плюс 0,7%. Это настраивает на позитивный лад тех трейдеров, которые скептически были настроены к наличию условий для роста инфляции. И я надеюсь, что эта статистика, хоть еще и на рынке это не обсуждалось, но уже может стать причиной дополнительного прироста и уверенности в повышении ставки к концу 2016 года. Мы закрывали неделю с планкой в 66, практически 67% вероятности. Я думаю, что пятничный отчет позволяет нам говорить о том, что вероятность нормализации денежно-кредитной политики составляет уже около 70%. Почему бы и нет? Следим дальше за статистикой. В пятницу также состоялось выступление Джанет Йеллен, председателя ФРС. Локально волатильность была выражена, но ничего стоящего мы в целом не услышали. По крайней мере, каких-то судьбоносных фраз по перспективам денежно-кредитной политики с ее стороны анонсировано и озвучено не было. Ну и ладно, нам хватает статистики, мы видим то, что данные улучшаются, и мы продолжаем ожидать следующие отчеты, которые на этой неделе в таком же оптимистичном ключе. Поэтому 104.16 для пары доллара японской иены – это только начало. Предлагаю двигаться к следующему сопротивлению, которое находится на отметке 105-106 иен против американца. Доллар канадец торгуется сейчас на уровне 1.3157. Я рекомендовал вам после тестирования сопротивления 1.33 пока выйти из трейдинга, поэтому он дает уварительных активов. В эту среду у нас Банк Канада публикует процентную ставку. Вероятность того, что она будет снижена, крайне низка. Точнее, концепцию прогноза считает, что она останется на прежнем уровне 0.5%. Но нас будет также интересовать сопроводительное заявление, где наверняка будет снова сделана ставка на потенциальную слабость экономики и возможность смягчения в будущем. То есть, текущие уровни для тех, кто хочет рискнуть и уже верит в канадца, который неоднократно нам принесся прибыль в ходе этого года, поставить на рост снова с сопротивлением в качестве цели 1.33. Если все пойдет как по маслу, мы сможем добраться до этой планки уже чуть ли не к концу торговой сессии, а среды. Ну и разумеется, если действительно наш сценарий будет оправдан, еще одна прибыльная сделка плюс 150 пунктов. Конечно же, неплохо. По остальным валютным парам пока никакой дополнительной новостной поддержки нет. То австралиец торгуется на отметке 0.76, а новозеландец 0.7106, по новозеландцу цель 0.70, по австралийцу 0.75. Поскольку никакой фундаментальной поддержки регионального фактора пока что и масштаба нет, мы ориентируемся на доллар и понимаем то, что американец будет и дальше теснить позиции рисковых инструментов. И сегодня важные отчеты. В 12.00 индекс потребительских цен еврозоны. Если увидим снижение показателей по инфляции, все-таки вероятность этого есть. Давление на евро возрастет многократно. В 16.00-15.00 промышленное производство в США. В 19.00-15.00 выступление в ВИЦе председателя ФРС Стэнни Фишера. И в 20.00-35.00 выступление председателя Европейского центрального банка в драке. В общем, ждем от высокопоставленных чиновников поддержки для наших идей, то есть намеков на новые стимулы, либо признание текущих актуальных проблем со стороны еврозоны. И снова целесообразность и готовность американской экономики к разгону процентных оставок. Это уже мы можем услышать от господина Фишера. Кодовое слово на сегодня. Речь увеличена бонуса в 15%. Действует он до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. На этом все. Хорошей вам торговой сессии. Исключительно попутного тренда. И увидимся завтра. Всего доброго. До свидания.